Темпы работ на строительной площадке школы на студенческом проезде предстоит нарастить. Глава города Максим Красноцветов инспектирует объект совместно с генеральным директором компании-застройщика. Из-за серьезного отставания строителям предстоит составить и отчитаться по обновленному графику работ. Мы видим увеличение количества людей, увеличение количества материалов, но этого, конечно, недостаточно. По обещаниям, по заверениям собственника компании со вторника, здесь будет кратное увеличение людей, кратное увеличение материалов, ресурсов и техники. Начинают производить работы по наружному теплоснабжению и водопроводу с канализацией. Сейчас на объекте вяжут арматуру. Необходимо приступать к заливке фундамента. Задействованы около 38 человек. В течение двух недель их количество должно быть увеличено до 100, обещает подрядчик. «Намечен новый старт. Те сроки, которые планировали изначально, они будут выдержаны за счет того, что будем увеличивать ресурс, а именно рабочих на объекте механизмов, переходить где-то в ночную смену. У нас здесь, слава богу, позволяет инфраструктура, поэтому проблемы нет с тем, чтобы нагнать. У нас лето впереди, для строителей это очень важно». Ускориться застройщик обещает летом. На пике работ планируется увеличить количество рабочих до 460 человек. При завершении «Монолита» параллельно будут вестись 12 строительных процессов. Энергичнее работа ведется на стройплощадке у седьмой школы. На этой неделе здесь должны приступить прокладки инженерных коммуникаций. «На объекте находится в районе 55 человек. С завтрашнего дня добавляют еще вторую бригаду и будут работать две бригады в параллель. Всего на объекте будет около 65-70 человек. Этого вполне достаточно для того, чтобы завершить этот объект в установленные сроки». Решается вопрос из трещины в стене основного здания седьмой школы, там, где находится спортзал. «Специализированная фирма произвела обследование, выдала заключение. То есть, по заключению мы должны установить еще два маячка, чтобы наблюдать за трещинами. По техрешению, соответственно, вот эти шпунты остаются, чтобы дальше сдвига не происходило ни грунта, ни спортзала. Спортзал у нас не эксплуатируется сейчас и не может эксплуатироваться до того, пока не произведем ремонтные работы. То есть, когда откроется пристройка, соответственно, спортзал также будет отремонтирован полностью». Произведены работы по перекрытию по нулевому циклу. Уже скоро пристройка начнет расти. Появятся первые и вторые этажи. Здесь уже выставлена арматура для заливки колонн. Активная работа и настрой площадки нового административного корпуса стадиона. Подрядчик отчитывается о работах. Отставание от графика сокращается. В течение двух недель тут появятся новые трибуны, пропускной пункт стадиона и отдельное здание санитарных комнат.